всем привет меня зовут костя я увлекаюсь тенденциями и адаптации к изменениям и сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме как предназначение или более простыми словами поиск себя почему это важно и вижу как много людей в моем окружении среди моих знакомых и просто в информационном поле в тех сообществах где я состою с этим вопросом задаются чем лучше заниматься как заниматься тем что приносит максимум удовольствия и результата и некого наполнения внутреннего одновременно и при этом нет какого-то очевидного пути я сам прошел не самый быстрый путь в поиске ответа на этот вопрос и сегодня хочу поговорить с вами именно об этой теме ну давайте начнем начнем с того зачем зачем вообще искать предназначение зачем искать себя возможно так хорошо я уверен что кому-то и так хорошо но для тех кто все же ищет ответ на этот вопрос то зачастую найти себя означает обрести определенный смысл своих действиях наполнить это чем-то важным как следствие результаты деятельности которые будете заниматься могут приносить больше удовлетворения продуктивность будет выше и будет больше ощущения внутреннего спокойствия внутренней удовлетворенности как следствие будет снижаться уровень тревог стресса или какой-то неопределенности при этом поиск себя и предназначение это не что-то такое новое как экономика креаторов или zero coding это не современный тренд хотя об этом сейчас часто говорят но тем не менее если мы задумаемся то на протяжении всего времени существования человечества люди задумывались о том чтобы найти себя и делать что то то что позволяет им чувствовать себя на своем месте может быть слово предназначение не использовалась но сама суть поиска себя существовала очень 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 давно при этом разница с современным миром в том что сейчас очень высокий уровень шума отвлекающих факторов которые мешают сконцентрироваться на себе и отвлекают внимание на некий внешний окружающий мир и в этом есть определенная сложность которая раньше была менее значима ввиду того что не существовали социальные медиа интернет большое количество информации о том как живут и как чувствует себя прекрасно или может быть не прекрасно другие люди давайте посмотрим что же такое вообще предназначение звучит так эпично но что же по факту значит предназначение это такая вещь которая позволяет ощутить себя в правильном месте в правильном деле это можно услышать как и от окружающих людей когда человек занимается то что действительно ему соответствует что но ты правда делаешь что-то крутое продолжать делать именно это а и само ощущение того что я занимаюсь чем-то что для меня важно создает вот эту вот внутреннюю мысль о том что я делаю то что и должен делать то что важно для меня я нахожусь на своем месте другой аспект это возможность в рамках своего дела погружаться глубоко в работу английском есть такое выражение deep work до состояния глубокой работы что это значит что когда вы занимаетесь тем что вам действительно нравится время лететь незаметно а вы абсолютно погружены отвлекающих факторов нет и по выходу из этого состояния нет ощущения измотанности нет ощущения что ты выгорел и устал до безумия ощущение такого хорошей удовлетворенности и это именно то что может приносить то деятельность которая вам соответствует в отличие от той которая может не соответствовать если суммирует все аспекты связанные с поиском себя с предназначением они хорошо отражены в японском аспекте который называется икигай который состоит из четырех частей это делать что я люблю делать то в чем я хорош или хороша то за что я могу получать достаточное количество ресурсов что тоже очень важно и то что требуется миру то в чем есть польза не только для меня лично но и для окружающего мира и вот на пересечении этих четырех люблю хорош дает ресурсы полезно для мира ценно вот на пересечении четырех этих зон и находится вот то самое икигай то самое то самое состояние тостам то самая деятельность которая будет максимально положительно сказываться и позволяет развиваться долгосрочно для конкретного человека понятное дело что для каждого эта деятельность разная для того чтобы лучше разобраться с тем что такое предназначение давайте поговорим о том чем предназначение не является рассмотрим несколько вариантов первое то что привычно то что было привычно делать то что просто сложилось каким-то образом но может абсолютно не приносить внутреннего и внешнего зачастую удовлетворение то что надо это то что мы можем слышать от общества как от каких-то близких людей так и просто от окружения или от неких абстрактной вот широкой массы широкой аудитории что надо надо делать так так делать не надо это скорее всего тот аспект который не позволит найти себя правильно опасная и сложная формулировка пусть с одной стороны правильно вроде это то что хорошо но с другой стороны правильно для кого правильно для окружающих или правильно для себя здесь есть большая разница поэтому когда кто-то говорит что вот этим правильно заниматься от этим неправильно скорее всего для конкретного человека для его внутреннего мира это может сбить навигацию не позволить заниматься и сфокусироваться на том что то важно и то, что будет для него работать лучшим образом. И полезно. Еще одна такая опасная формулировка в том плане, что есть много чего полезно для мира, окружающих людей, для близких, но может не складываться в хорошую, идеальную внутреннюю картину для конкретного человека. Привычно, надо, правильно, полезно. Это все чаще всего, что навязано снаружи, а не происходит изнутри. Потому что изнутри мы не акцентируемся на том, что нам привычно или надо, или просто то, что правильно. И самое главное, что искать ответ на вопрос, а какой я, о чем мне заниматься, а в чем я могу себя раскрыть, а что у меня будет лучше всего получаться, очень сложно найти снаружи. Можно получить много обратной связи, конкретных советов, или посмотреть, как этого добился кто-то другой, особенно известные люди. Но, скорее всего, это не позволит найти ответ для себя, потому что ответ для себя находится внутри. Только каждый человек сам за себя действительно знает, понимает и сможет выудить и выяснить, о чем действительно ему полезно заниматься, а в чем он может проявить себя в максимальном качестве. Ну, если это суммировать красивым словом, в чем является его предназначение. Расскажу немного про то, как лично я искал себя. Я несколько лет назад, порядка пяти лет, задумался о том, что то, что я делаю, с одной стороны, привычно, вроде как правильно и даже эффективно, но не приносит того вот внутреннего удовлетворения, не складывается тот самый икигай из четырех аспектов, закрываются два аспекта, может быть три, но никак не четыре. И я начал заниматься вопросом предназначения и поиска себя. И ошибка, которую я совершил, я начал делать это через определенную силу. То есть я старался насильно, с большими усилиями, усердно найти ответ на этот вопрос, тестируя разные варианты и постоянно фокусируясь на том, а вот это мое или не мое, а вот может быть это мое, а может быть вот это мое. Стараясь найти через какую-то как такую интенсивную тренировку ответ на этот вопрос и иногда даже чересчур усердно и, честно могу сказать, это абсолютно не привело к каким-то полезным результатам, потому что каждый раз скажешь, что это не совсем то, не дает этого понимания, что да, вот это то, как должно быть, это то, к чему я рад, вот где складывается вот эта картинка. И в какой-то момент я понял, что вот такой вот насильственный или усердный чересчур поиск, он абсолютно не дает результатов. Но с другой стороны, если начать обращать внимание на маленькие аспекты себя, на то, что в процессе всей моей деятельности, если выделять и делить ее на небольшие кусочки, что внутри этой всей деятельности отдельной части приносит больше всего удовлетворения, где я могу погружаться вот в это состояние глубокой работы, где я могу находить удовлетворение совместно, например, с доходом и с какой-то полезностью для мира, которую я считаю правильной для себя, потому что полезность тоже все оценивают по-разному. И поэтому возможность подружиться с собой, наблюдать и стараться выявлять внутри своей деятельности, внутри своего дня, недели, месяца отдельные аспекты, отдельные части, которые действительно приносят вот это вот глубокое удовлетворение вкупе со всеми остальными аспектами. Иногда еще можно услышать положительную обратную связь, когда кто-то говорит, блин, так круто, ты вот это так круто делаешь, пожалуйста, продолжай. Это может быть полезно, но все-таки я хочу сказать, что стоит обратную связь ставить на второе место, потому что другой человек за вас не знает, ему, может быть, кажется, что вам это подходит, а вы для себя это не чувствуете в том же образе, в том же объеме полезном, как это выглядит для кого-то еще. Так что да, вторым приоритетом да, но первым все-таки очень важно постараться выдохнуть, принять себя и внутри поиска себя просто отмечать отдельные аспекты того, что вам нравится, то, что у вас получается, то, где вы находите вот это вот глубокое удовлетворение от своей деятельности, где вы понимаете, что она обретает смысл и не только на какой-то короткой дистанции, но и на долгой дистанции, дает состояние глубокой работы и дает ощущение, что да, я там, где я должен быть, я делаю то, что мне хотелось бы делать. И очень важно это то, во что я очень сильно споткнулся, я старался найти какое-то одно конкретное слово, один конкретный вид деятельности, одну конкретную формулировку, которая бы складывалась в картину того, чем мне стоит заниматься, в том, в чем я могу раскрыть себя больше всего. На мой взгляд, это заблуждение, потому что по итогу того, что я нашел, состоит скорее из целого набора маленьких аспектов деятельности, из разных-разных-разных примеров, к которым я сейчас скоро перейду, и вот как раз вот эти вот маленькие части того, что мне действительно нравится, складываются в большую целостную картинку, но очень важно, что эту картинку нельзя составить заранее, по крайней мере, у меня не получилось так сделать, у меня получилось собрать из маленьких кусочков разные аспекты деятельности, которые мне близки, которые меня радуют, которые мне приносят и результаты, и удовлетворения, и которые я вижу в них пользу для других людей, и потом уже все эти аспекты сложить в единую картинку. Расскажу, как это было на примере. Первая компания – это агентство по маркетингу, которое занималось работой с большими корпоративными клиентами, и включало в себя много разных аспектов от управления десятками людей, постоянная работа с разными тендерами в высокоскоростной среде, с короткими дедлайнами. Много вам не видно, скорее всего, из-за моего лица, много иерархии, много бюрократии, и очень много работы в стол, то есть работа, которая была зачастую даже оплачена, но никогда не использовалась. И важно, что то, к чему я в итоге пришел, это тоже маркетинг, но при этом аспекты совершенно другие. Я здесь специально отметил те, которые в моей деятельности по факту привели меня в определенный момент к выгоранию и к полному уставанию от того, что я делаю. Я подумал, что вообще, зачем я занимаюсь маркетингом, это явно не мое, мне совершенно не нравится спустя несколько лет, хотя, казалось бы, всю жизнь нравилось, но вот абсолютно перестало. И то, что я для себя нашел, я поменял, подкрутил какие-то детали, оставив вот эту вот одну общую формулировку, очень похожей, но то, чем она была наполнена внутри, отличалось кардинально. Потому что мне, например, очень нравилось и нравится работать именно с предпринимателями. Я предприниматель, мне нравится дух предпринимательства, мне интересны люди, которые создают что-то сами, и даже когда работа с ними сопряжена, с определенными сложностями, неудобствами, с определенными вызовами, эти вызовы меня скорее подстегивают идти вперед, чем демотивируют, в отличие, например, от работы с корпоративным сектором, где все выстроено совершенно по-другому. Поэтому один из фокусов, который я сменил, от корпоративной среды к работе с фаундерами, с предпринимателями стартапов. Стартапы мне тоже очень близки, мне нравится вот это вот созидание нового, то, чего еще ранее не существовало, на стыке тенденций и адаптации к изменениям, с существующим каким-то рынком и аудиторией. Вторая часть, в рамках своей работы, я обратил внимание на это, мне очень нравилось всегда не просто предоставить какой-то сервис, или написать стратегию, или придумать какую-то идею, а еще и научить человека или группу людей по ту сторону, которые являются моими заказчиками, или моими партнерами, или даже членами моей команды, научить и как бы продвинуть на следующий уровень, дать какие-то свои знания, опыты, навыки, которые помогут им развиваться в том, в чем они хотят развиваться. Поэтому с просто предоставлением услуг я переключился на то, чтобы часть моей работы, работа нашей компании, была связана именно с наставничеством, с обучением, с менторством. Еще один аспект, который я открыл отдельно, мне очень нравилось писать, Ген не обращал на это внимание, когда вот мы находились в этой ситуации, я находился в этой ситуации, но постепенно я понял, что я получаю огромное удовлетворение от того, что пишу от маленьких текстов до каких-то больших предложений, да вообще, в принципе, не так критично, пишу что-то для себя, такое, больше связанное с литературой, или пишу что-то для работы, мне просто нравится писать. Вы тоже, скорее всего, не видите, из-за моего кусочка экрана, где нахожусь я, но тем не менее там написаны тексты и умение, возможность писать. Так вот, я понял, что для меня это важно, в какой-то момент даже я написал книгу, посвященную тенденциям, и я постарался вот эту вот любовь к тому, чтобы писать, внедрить в те процессы, которые есть у меня в работе. Это же касается обучения. Еще один аспект выступления, широкая сеть контактов, большое количество общения с разными людьми, это тоже то, что стало составлять весомую часть моей деятельности, при том, что сама суть, сама большая формулировка не изменилась, я по-прежнему занимаюсь маркетингом, по-прежнему занимаюсь сервисным бизнесом, но аспекты, из которых состоит моя деятельность, поменялись кардинально. И вот эта вот смена этих маленьких частей, которые складываются в большое целое, помогли мне абсолютно перестроить и свое внутреннее состояние, и процессы, с кем я работаю, и как я работаю, и получать неимоверный объем удовлетворения практически от всего, что я делаю. Я перестал испытывать негативные эмоции и чувствую себя удрученно от того, чем я занимаюсь. Да, иногда я точно так же сталкиваюсь с определенными сложностями, или что-то не получается, или где-то мои ожидания не сходятся с реальностью, но это не приводит меня к мысли о том, что я делаю что-то не то, или я делаю что-то не так. Я просто понимаю, что да, где-то я получаю обратную связь от мира, что возможно где-то что-то нужно скорректировать, возможно где-то нужно что-то улучшить, может чему-то стоит научиться, но каждый аспект деятельности, который складывается в одну картинку, наполняет меня энергией. Мне нравится им заниматься, когда я начинаю свой день и смотрю на свой список задач, я понимаю, что блин, круто, обалденно, что я буду заниматься сегодня именно этим, а не чем-то другим, это здорово. Я чувствую, что то, что я делаю на тех людях, с которыми я работаю, сказывается позитивно, они благодарны, они рады, и это дает мне тоже такую энергию и ощущение того, что я как раз нахожусь на своем месте, я занимаюсь правильным делом. И вот очень важно, что это не про смену позиционирования. Корпоративный маркетинг, маркетинг для стартапов, это как раз то самое большое слово, которое скорее вводит в заблуждение. Это про то, чтобы провести определенную рефокусировку, настроить вот эти маленькие аспекты, отказаться от лишних, которые тянут назад, высасывают энергию, не дают удовлетворенности и наоборот приоритизировать, вырастить, сфокусироваться на тех маленьких аспектах, которые потом сложатся в большую картину, которые дают ощущение наполненности, которые вдохновляют, которые не требуют каких-то неимоверных усилий для того, чтобы ими заниматься. Да, по-прежнему то, что я делаю, требует от меня много энергии и сил, и порой я тоже чувствую себя уставшим, но и не чувствую, что я от этого выгораю. Я скорее понимаю, что я остановлюсь в земле и просто продолжаю свой путь дальше. Поэтому важный момент, на котором хочется в конце заострить внимание, я не думаю, что та картина, которая у меня есть, это некая финальная картина, она никогда не поменяется. Я думаю, что это скорее начало, начало пути, основанного на глубоком понимании себя, того, что для меня работает, за неким наблюдением, за тем, как живет мой внутренний мир и как я реагирую на реализацию тех или иных аспектов моей деятельности и на сведениях воедино. Это такое большое путешествие, как на картинке, где видно и горы, и реку, и впереди еще длинный-длинный путь, но уже сейчас я понимаю, что путь в правильном направлении и он позволяет, и вот это понимание позволяет мне двигаться вперед с гораздо меньшей пробуксовкой или задержками, или накоплением каких-то негативных эмоций, а скорее наоборот позволяет раскрываться, чувствовать себя хорошо, удовлетворенно, энергично. И поэтому я желаю вам обращать внимание на себя, меньше смотреть на окружающий мир, не ориентироваться на чужие ожидания, а учиться быть в мире самими собой и учиться наблюдать за тем, как вы чувствуете себя в рамках вашей деятельности, вашей работы, в коммуникации с людьми и подмечать вот небольшие моменты, которые приносят вам удовлетворение, которые вас радуют и при этом вы понимаете, что вы можете действительно каким-то вот этим кусочком деятельности заниматься и не пытаться сразу сложить какую-то большую картину, найти единственное правильное слово. Мне нужно быть блогером, мне нужно быть юристом, мне нужно быть копирайтером или мне нужно быть предпринимателем. Нет, эти вещи скорее такие, как ярлыки, облако тегов, которые могут сбивать с толку, а гораздо эффективнее сфокусироваться на поиске вот этих маленьких частей, из которых потом вы сможете сложить большую картинку. Спасибо и желаю вам находить все больше полезного и ценного внутри себя.